Пятница Олег, с чего начнём? Мне кажется, с прозой сегодня начинать неуместно. Ну, с прозой может быть уместно, но мы всё-таки начнём не с прозы, а начнём со стихов. Истевают звуки в эфире, и заря притворилась тьмой. В навсегда немевшем мире два лишь голоса твой и мой. И под ветер с незримых ладок, хозь почти колокольный звон, В лёгкий блед перекрестных радуг разговор ночной превращён. Это ж какого года записи, интересно? Это запись 1965 года. Анна Андреевна Ахматова читает своё собственное стихотворение, читает его здесь, в Англии, в городе Оксфорде, куда ей удалось попасть благодаря её дружбе с известным английским философом, учёным, общественным деятелем Исаией Берлиным. А стихотворение, которое она прочитала, которое мы только что услышали, оно как раз посвящено их первой встрече. Встреча, которая состоялась в ноябре 1945 года в Ленинграде. И причина, по которой мы сегодня эту встречу вспоминаем, заключается в том, что в Лондоне, в Пушкинском доме, открылась вот такая вот замечательная выставка. Вот у меня её каталог. Выставка называется «Ахматова, Анрип, Берлин». Анна Ахматова, Борис Анрип, художник, бывший одно время любовником, другом Ахматовой, и Исаия Берлин. Ну, истории там очень много чего можно рассказывать. Отставим пока Бориса Анрипа в стороне. Мне казалось, куда более интригующей вот вся история, которая касается отношений между Ахматовой и Берлином. Выставка в Пушкинском доме, там инсталляция, там дерево пробивает весь Пушкинский дом с подвального этажа на верхний. Но в центре всего этого вечера, вечера открытия, были выступления двух крупных специалистов. С одной стороны, приехала из Санкт-Петербурга директора музея Ахматовой Нина Попова, привезла вот такую вот книжку, называется «И это было так». Это как раз книжка о встрече Ахматовой и Берлиной. Довольно подробное исследование. И был специалист из Оксфордского университета, возглавляющий архив Исаии Берлина. И он много чего показал, много чего рассказал. История, оказывается, обросла гигантским количеством легенд. Где правда, где неправда, точно уже установить невозможно. По некоторым версиям, они просто общались, всю ночь провели вместе, разговаривая ни разу друг к другу, не прикоснувшись, так утверждал, во всяком случае, Исаия Берлин. Но зато потом появилась масса книг, в которых говорилось о том, что на самом деле между ними был роман. Не просто книг, но даже появился спектакль. Вот, пожалуйста, послушайте. Это трейлер бродвейского спектакля, который назывался «Анна. Любовь в холодной войне». А вот еще послушайте. А это же фрагмент из оперы «Гость из будущего», тоже описывающая эту грандиозную историю. Ну, в общем, единства между специалистами нет. Во всяком случае, мне вся эта история показалась чрезвычайно интересной. В ней был посвящен, как я уже сказал, целый вечер. И сейчас идет выставка в Пушкинске, но мне показалось всего любопытным это вам рассказать. Дело в том, что и Ахматовой, и Исаия Берлина с нами нет, поэтому историки и критики могут трактовать материал под себя. Они и трактуют, и спорят между собой. Действительно. Ну что, двигаемся дальше. Что у нас дальше? Ну, дальше у нас кино. Без кино обойтись невозможно. Ираклий, вот эту вот музыку, пожалуйста. Это мелодия из вышедшего только что на британские экраны фильма «Врожденный порог». Вот, видите, такая вот афишка завлекательная. О, да, вот так вот, вот так вот я ее показал. Значит, с этими фантастическими, завлекательными женскими ножками и названием фильма, неоновой рекламой. Чем примечательен этот фильм? Во-первых, это первая экранизация знаменитого, легендарного, американского писателя Томаса Пинчина. Писатель Пинчин живет в уединении, он скрывается от всех, не дает интервью. Это очень сложная литература, и никогда в жизни никому не удавалось ее перенести на экран. И вот, наконец, Пол Томас Андерсон, знаменитый своими фильмами «Буги Найтс», «Магнолий», «Мастер». Вот он сделал этот фильм, совершенно, на мой взгляд, очень интересный фильм, в главной роли Иоакин Феникс, памятный и по главной роли в фильме «Мастер» в предыдущей работе Пола Томаса Андерсона. И вот здесь он играет детектива, лос-анджелесского детектива. Действие происходит в 70-м году. 70-й год, Лос-Анджелес, вот видите, это музыка, с которой мы начали. Это вот легкое ощущение 60-е, которое было свойственно Калифорнии. «Бич Боис», «Мамаз энд Папас». А 70-е годы все сломалось. Летом 69-го в Лос-Анджелесе Чарльз Мэнсон убил Шарон Тейт. «Роллинг Стоунс» концерт в «Альтамонте». Героин. И вот это вот ощущение перелома темных сил, которые на переломе 60-х и 60-х наступают, и галлюциногенный эффект, это потрясающая, на мой взгляд, картина. И тут появляется кто? Боб Марли. Совершенно верно. «Роллинг Стоунс» «Роллинг Стоунс» Тут я, Олег, должен делать признание, я два года был сам Растаманом, играл с группой Растафари. Потрясающе. Да, это был 79-80 год. В это время музыка Марли вообще захватила весь мир. Абсолютно, да. И мы, я знаю, что кумиром растафарианцев является Хайли Селасси, представители так называемой Соломоновой династии. Эфиопский император. Они его за Бога посчитали. И вот отрывок музыкальный из группы, с которой мы играли, он назывался «Икорос». И, в общем, звучит регей лондонского производства. Прошу, господа. Да, вот вдохновленные звуки саксофона. Регги в исполнении Сева Новгородцева и его друзей. Господа, счастливо. До понедельника. Слушайте Би-Би-Севу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова